Порой звери намного сильнее сопереживают чужой проблеме и готовы прийти на помощь даже врагам. Они прислушиваются к природному чутью и действуют по велению сердца, они руководствуются холодным расчетом, как люди. Материнский инстинкт заложен почти у всех представительниц прекрасного пола в мире, будь они людьми или животными. Матери намного способны ради своих детей, но порой они готовы идти на преступления ради чужих. Так случилось в одном из американских пригородов, где в соседних домах жили рыжая кошка и черная собака. По стечению обстоятельств обе самки принесли потомство в одно время. Кошка Мискитти стала мамой не в первый раз, она знала, как ухаживать за котятами, и хорошо заботилась о них, но, к сожалению, выжил только один. Собака же была молодой и беспечной, она не испытывала ответственности перед щенками и часто оставляла их одних и голодных. Они жалобно скулили на весь двор. Мискитти, потерявшая большую часть котят, не могла совладать с чувством материнской заботы и решила сама выкормить голодных крох. Она пошла на преступление и выкрала малышей. Кошка пробралась на участок соседей, нашла щенков и по одному перетаскала их к себе в дом. Мискитти спрятала их в укромном месте, где собиралась вырастить малюток. На следующий день владельцы собаки заметили пропажу песиков. Они бы долго гадали, куда исчезли малыши, если бы не третья соседка, которая была свидетелем кошачьего преступления и успела сделать несколько фото. Она показала забавные кадры хозяевам кошки и собаки. Люди обнаружили место, куда Мискитти унесла собачек и увидели умилительную картину. Все пять щенков и один котенок пили молоко, а рыжая плутовка нежно облизывала малышей. Владельцам животных было жалко разлучать неравнодушную кошку и ее новых детей, а потому было решено, что все звери будут жить под одной крышей. Так кошка могла бы дать выход своим материнским чувствам, а молодая собака научится заботе о собственных малютках. Возникали сомнения, что кот и пес поладят, но звери на удивление быстро нашли общий язык и делили заботы о потомстве. Ветеринар, следивший за животными, назвал этот случай очень редким. Собаки обычно принимают чужих щенков или кошки чужих котят, но звери редко берут под свое крыло малышей другого вида.